Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня дал нам еще одну возможность, чтобы собраться вокруг Слова Божия. И я не выскажу новую мысль, только повторю то, что в Священном Писании написано, что будет время, когда это Слово Господне перестанет звучать на земле. Но это будет означать и то, что уже нет спасения для людей. Настало время Богу судиться с людьми. И покуда сегодня на нашей земле звучит Слово Господне, значит продолжается жизнь. И не просто жизнь плоская, вот эта жизнь наша земная, но Бог хочет, чтобы мы жили полноценной духовной жизнью, за что слава Господу и благодарение. И мы хорошо понимаем, что без Слова Господне мы не можем знать путей жизни, которыми надо ходить. Потому что Слово Божие, которое мы читаем, это и есть Слово Творца, который образовал жизнь нашу, который образовал нас, который образовал эту огромную вселенную. И только Он один знает законы жизни. И если мы сегодня не знаем многих законов, которые существуют во вселенной, и я хорошо понимаю, что мы не знаем. Мы, может быть, что-то утирали. Вы знаете, многое из того, что человечество имело и владело, некоторое ушло в небытие вместе с цивилизациями. И вы, наверное, знаете, что-то были мощные цивилизации до сегодняшнего дня, когда открываются те постройки, которые древние люди строили. То сегодня ученые признаются, нет такой техники, чтобы такие огромные камни сложить, на такую большую высоту поднять. Да, говорят, и провезти не знаем, откуда они их привезли. Нигде ничего похожего нет. И мы не знаем многих законов, которыми пользовались древние люди, но открыли другие законы. Но вот законы жизни, законы спасения души, они благодаря Богу известны нам. И это самое главное, потому что сколько бы мы ни жили на земле, мы знаем, если бы даже не верили Библии, есть опыт жизненный, что все люди проживают определенное время на земле и потом уходят. Уже эту никто оспаривать не будет. Это мы видим каждый день. Это неприятное явление. И оно нам радости не доставляет, но до сегодняшнего дня пока что этого закона никто не изменил. Вот это определение, которое Господь дал в древнее время и сказал, когда только укусишь, смертью умрешь. Адам кушил с Евой от этого плода жизни, встал на сторону дьявола, разорвал контакт с Богом, и люди борются, воюют, стараются сохранить свою жизнь, используют все, чтобы как-то продлить ее, но до сегодняшнего дня никто этой цели не достиг. И за это благодарение Богу. Иначе нам пришлось бы жить во грехе со слезами и с плачем. А я помню свои студенческие годы, когда пели одну песню, и это была не блатная песня, это была не песня, которую зеки сочинили, это пели по радио. Вы помните, говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 300 лет стучать ему. Говорят, по науке может это и резонно, но нам, ребята, ни к чему. Вы знаете, и там есть доля правды, а нам-то ни к чему. Потому что мы знаем и верим по священному писанию, что вот та жизнь, которой мы сегодня живем, среди греха, среди искушений, среди слез, среди смерти, которая царствует, то нам и ни к чему. Мы хотим иметь другую жизнь. И Господь сказал в священном писании, что люди ее сами на земле никогда не поменяют. И покуда будет царствовать грех, до тех пор будет смерть на земле. И мы сегодня, понимая, что Бог сделал, благодарим за это Бога. Он рассчитается с нами в нашей плоти за наши грехи, а мы идем в другой прекрасный мир, который будет гораздо лучше того, чем которым начали жить Адам и Ева. Ни искушений, ни проблем, ни переживаний, ни вот этого, какого-то страха перед тем, что что-то может нарушиться опять, потому что Господь дает нам сегодня, еще раз напомню, свою стопроцентную святость. Не святость Серафима, не святость Серовима, не святость Архангела Гавриила, а свою стопроцентную, через его святую пролитую кровь, за что мы славим и благодарим Бога. А в сегодняшний день это слово Господне нужно нам для того, чтобы мы не могли уклониться с того пути, на который нас Господь поставил. И вы помните, что мы в прошлый раз рассуждали, в общем-то, над 14 главой, которая для нас сегодня очень важна, потому что научит нас и открывает нам, что есть люди, которые что-то не исполняют или исполняют не так, не потому что они не любят Бога, не потому что они не хотят жить по законам Божьим, они просто не понимают всего. И думаешь, вот таким образом, воздерживаясь от мяса или еще чего-то, есть только овощи и так далее, и так далее, они этим хотят угодить Богу. С нашей точки зрения. И Библия говорит это о немощи веры. И Библия говорит о немощи веры. Не о том, что человек знает и не хочет делать. Я хотел бы, чтобы мы сегодня не путали с тем явлением, которое у нас сегодня есть, что мы знаем, но это нам не выгодно, и мы поэтому не выполняем. Мы знаем, что так надо, а сегодня в мире все живут по-другому, и мы хотим так жить. Это уже другой вопрос. Но здесь стоит вопрос о том, что люди не понимают. И Бог тогда не особо обращает внимание на то, что они не понимают, потому что это второстепенные вопросы, которые не приближают к Богу и не отдаляют. И Он их благословляет. А мы же, когда это увидим, есть и даже у нас более трезвое понимание. Мы никак не хотим принять, что этого человека Бог может благословлять. Почему не можем? Да потому, что он не ест мясо. Вы понимаете, о чем я сегодня веду речь? И как раз вот эта глава, она об этом и говорит. Вы, наверное, неоднократно можете встретиться в Священном Писании, особенно в Ветхом Завете. Вот такое выражение. Когда Бог характеризовал жизнь людей, особенно тех, которые жили в доме нечестивых царей, то Он не один раз говорил так, что этот человек войдет в гробницу отцов своих, потому что в Нем нашлось нечто доброе. Вот это нечто говорит о том, что Его мало было. А все, что было вокруг Его и в Его доме, и естественно под влиянием щемейного воспитания, у Него могло быть плохого много, но одновременно в Его жизни Бог видел нечто доброе. И вот то, что доброе, хотя бы способность покаяться. Вот вы знаете, есть люди, которые настолько наделали много грехов, и все-таки у них в жизни было место, я не знаю, как Господь достиг этого места в их жизни, когда не смогли покаяться. Вот было же нечто доброе. И когда Господь видит нечто доброе, Он основывает свою работу на этом добром, и свое влияние расширает так на сердце, что впоследствии изгоняет и то плохое, что есть. Но чтобы Господу начать работу какую-то, надо найти в этом сердце хотя бы нечто доброе. Ну, хотел что-то сказать, вспомнить свои студенческие годы, но не буду. Я думаю, что я в другое время это скажу, но я просто наблюдал это и видел, что вот все люди, которые в действительности все мог бы широ сказать, и грабили, и воротники отрывали, а потом, когда садились, они говорили, а Бог-то все-таки есть. И то, что мы делаем, но это не совсем то, что надо, что мы делаем. Я помню, когда вот это было застойное время, я уже то, о чем я не хотел говорить, я не говорю, я говорю другое. Вот наша группа, в которой я учился, это были две группы, которые были, ну, сказать, неуправляемые, не скажешь, но больше проблем доставляли в учебном заведении. Это были такие, которые могли и урок сорвать, и в течение, значит, лекции, значит, за 45 минут половину класса, что за окно вылезет, преподаватель посмотрит, отметил, а половину студентов нету. И когда была лекция по атеизму, это у нас был факультативный предмет, необязательный, но за него все равно ставили удовлетворительно, и в то время, это можно сказать, было на первом плане стояло. И когда этот лектор читал лекцию по атеизму, встала одна девушка, еврейка была она, и встала и заявила, что бы вы мне не говорили и нам, но я знаю, что Бог есть. Вы знаете, в то время, будучи студенткой, где-то второй курс, наверное, был, и не так-то легко было поступить. Я помню, когда мы поступали, я поступал в технику, было 9 человек на одно место. Это был огромный конкурс, туда не так-то просто было бы. И в то время, сказать такое слово, то можно было вылететь. Но, этот лектор сказал так, я вас не хочу переубеждать. Меня попросили прочитать лекцию по атеизму, я читаю. То все студенты, вот эти люди, которые действительно, я уже не хочу сказать, что эти группы две делали. И двери простреливались, мы калиберки, и все, что было. Они сказали, молодец, Галя, она правду сказала. Все-таки, вот находилось нечто доброе, снаружи кажется, но что за то, как чего они говорят, упрящие это слово, ну, не из какого-то лексикона, вульгарного, говорят, отморозок. И буквально в смысле, что это были вот такие люди, которые не знают, и в то же самое время, они кое-что имели внутри. Говорят, молодец, Галя, правильно сказала. И никакого шива не было после этого. Никто никому не донес, никто никому не сказал. Потому что за такие вещи вполне возможно было прозбирательство на самом высшем уровне, и спорить в то время было бесполезно на эту тему. И доказывать, что Бог есть. Поэтому, когда Господь наблюдает за нами, тем более за нами верующими, то если Он в любом человеке видит нечто доброе, то я думаю, христианин тоже видит нечто доброе. Мы же это часто не хотим принимать и понимать. Ага. Раз это не так, как я понимаю, значит, ничего хорошего здесь быть не может. И это говорит о чем? Что мы в своем сердце сделали свой собственный анализ, выживесили, не знаючи всего, что происходит, и вынесли решение, что этот человек, что бы он ни говорил, что бы он ни делал, он не достанет внимания Божьего. Между тем, Господь здесь конкретно говорит о том, что есть немощь веры. Но если это немощь веры, она связана с тем, что люди хотят быть чище и поклоняться Богу, то Бог это воспринимает как нормальное явление. И это очень важно. И потому, я здесь еще раз перечитаю вот этот текст Писания, глава 14, хотя мы этим останавливались, и я вскользь пройду, что-то чуть-чуть добавляю к тому, что в прошлый раз говорил. немощь веры, принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все. А немощь есть овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не суждай того, кто ест. Почему? Потому что Бог принял его. Бог принял того, кто ест мясо, и Бог принял того, кто не ест мясо. И как вы можете осуждать один другого, когда Бог и одного из вас принял, и другого из вас принял? А по сути дела, вот этот вопрос, вы все хорошо знаете, он для Бога никакой разницы не играет. Пишет он, не приближает к Богу и не отдаляет. А вот это немощь, она очень часто существует в жизни. Вы помните, я уже не помню фамилию этого брата, но вы его помните, который всю зиму ходил в плаще, где-то там жил. У него были свои станции, но какие? Когда он встает утром, он, прежде всего, должен помолиться, поговорить с Богом. Он ни с кем не сговорит. И после поясняет, вы не удивляйтесь, у меня такое правило, я поднимаюсь, я должен сначала поговорить с Богом, потом уже с вами. Но мы что так не делаем? Но кто его обвинит за это? Ведь у него-то было стремление, желание каким-то образом угодить Богу. Может быть, Богу этого не надо было, но у него сложилось такое, что так надо. Ну как вот я просыпаюсь и прежде всего буду говорить с людьми? Ну с кем мне надо поговорить? С Богом надо поговорить. И кто их будет осуждать за это? Мы можем сказать, что не надо это. Но одно дело сказать не надо, другое дело осудить. Вы, наверное, видите разницу. Но мы, допустим, не можем поддерживать, если кто-то проповедует, что нельзя есть мясо. Но я никогда не буду этого проповедовать, потому что в Библии написано, что можно. И другие вещи, которые, может быть, шли в разрез с Ветхим Заветом, в отношении Пищи, то на сегодняшнее время написано, освящается Словом Божьим молитвой. И все. Но если кто-то считает по-другому в этом вопросе, то я его осуждать не могу. Я просто мог быть с ним не согласен. Если он меня будет спрашивать, я ему скажу, что надо вот так. Но принять какие-то мероприятия, к нему и сказать, что ты вообще с Богом счастья не имеешь. И я же не могу. Если бы он не имел счастья с Богом, то, скорее всего, наверное, и ел бы все подряд. Но если бы он себя ограничивает в том, что всем можно, а мне нельзя. Так что он старается угодить Богу. И Бог говорит, что вы видите себя правильно в этом отношении. Не осуждайте. Хотя, еще раз повторяю, не осуждайте, это не значит, что соглашайтесь и не говорите. Это две разные вещи. Но если мы уже, допустим, сами в себе что-то обсудили и вынести приговор, то нас уже осудили. А он говорит, суждение и осуждение близки очень. Но это не одно и то же. Но это не одно и то же. И рассуждать мы должны, а осуждать не имеем права. Кто ты, осуждающий чужого раба? Вот одна из причин. «Пред своим Господом стоит он или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Вот один из аргументов, который апостол Павел проводит для того, чтобы не осуждали один другого. Потому что мы не рабы друг к другу, а один, другой и третий рабы Господа. Если, конечно, мы рабы. Потому что есть люди, которые открыто воюют с Богом, то уже их не назовешь рабами. Но даже среди рабов, которые служат Богу, могут быть разногласия и могут быть разномыслия. И Господь здесь говорит, чтобы вот тут не было духа осуждения. Дух осуждения – это не дух Божий. Это не дух Божий. «Пред своим Господом стоит он или падает и будет восставлен. Ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня. А другой судит, а в всяком дне равно. В всякий поступай по удостоверению своего ума». Вот это «рождесят дни и нерождесят дни». Вы знаете, у нас сегодня тоже это вопрос. Это вопрос. Ну, когда все-таки правильно праздновать Рождество? Двадцать пятого или седьмого? А кто сегодня точно посчитает, когда? Для нас сегодня самое главное, что мы празднуем, что мы хотим отметить этот день по-особому? Мы хотим в этот день как-то по-особому Богу приблизиться? И я не знаю ни одного слушая, когда Бог за то, что не в тот день праздновали, не принял нашего праздника. В Ветхом Завете там было немножко построже. Конкретно, если в другой день то там принесли жертву или надо было особое разрешение спрашивать. А в сегодняшний день кто сегодня сумеет посчитать так, как надо? Ну, между тем сегодня, правда, я благодарю Богу, что между нас нет споров, но, тем не менее, все-таки одни придерживаются одного, другие, другого, значит, не безразлично. Если бы мы сегодня сказали, а нам безразлично, то сам факт о том, что одни придерживаются одного дня, другие, другого, в том, что не безразлично. Могут быть другие аргументы, может быть, мы на кого-то обращаем внимание, чтобы с областью не дать, и они могут быть, но, как бы мы ни говорили, не безразлично. И вот здесь в Священном Писании говорится, иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равном. Всякий поступай по удовлетворению своего умазья. Слушайте дальше, что интересно, апостол Павел пишет, кто различает дни для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Понимаете, говорит, за что вы будете осуждать, если ты человек, я нашлюсь в Писче, потому что Писче всегда было предметом обсуждения, и всегда она имела важную часть нашей жизни. И Господь, о чем Павел говорит, или Господь через Павла говорит, если он не ест чего-то, то он же говорит, Господи, благодарю Тебя, что я не ем этого мяса, что ты мне открыл, что не надо есть, слава Тебе, Господи. А другой говорит, Господи, слава Тебе, что Ты открыл мне, что можно есть. Так за что будут друг друга осуждать, когда вы благодарите Бога. Если бы вы его не благодарили, это был бы совсем другой подход. Вот это стали делать и перестали благодарить. Вы помните, однажды Павел тоже сказал такую истину. Мы не можем ее придерживаться с некоторой точки зрения, но с другой точки зрения, с той, с которой Павел рассматривал. Вы помните, что он сказал? Кажется, посланник филиппистов, то, что не помню, это как раз пришел на сердце и на разум. Он сказал так, и кто бы как не проповедовал Христа, притворно или искренно, я и тому радовался и радоваться буду, они проповедуют Христа. Хотя он говорил так, некоторые проповедуют имя Господне, чтобы увеличить тяжесть ус моих. Что это значило? Они говорили, Павла обвиняли в том, что он ероч несет. И они проповедовали с той целью, чтобы на Павла еще больше шишек посыпалось. Чтобы сказать, смотри, научил того и другого. Но для меня разницы нет. Пусть уже Бог разбирается, как он проповедует. Хотя сегодня нам взять заснование проповедовать лишь бы как, не обращая внимание на мотивы, нам это не подходит. А вообще с этой точки как бы не проповедовали, притворно или искрно, но я радовался и радоваться может быть с некоторой точки зрения и не совсем такие простые размышления сегодня, потому что можно сказать, ну тогда раз так, зачем нам тогда вникать в слово, зачем тогда разбираться, если Богу все равно. Богу не все равно, но он обращает внимание на то, что кто-то не различает. Вы же хорошо понимаете, что есть некоторые вопросы, когда люди могут быть верующим десятилетиями и не понимают вопросы. И они не просто не хотят исполнять, не понимают. И дальше я это отражу, здесь написано, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. И никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни. И здесь заложен довольно-таки просторный смысл для нас на сегодняшний день. Здесь Господь говорит о чем? Вот все люди, которые понимают или не понимают, они нужны Господу. для того, чтобы но если один человек не понимает, то для того, чтобы на его фоне кто-то вырослся как лидер, понимаешь, должны быть такие люди. Если мы сегодня у нас все были одинаковые, надо было выбирать пастора или нет, да любого став и пошел. А что за проблема столько братьев и не сказать, что они не годятся никуда. Если Бог призвал, если Бог посвятил, Он дал каждому место и каждый должен заниматься своей работой. Но если Господь назвал церковь телом своим, а нашим членами, то все не могут быть головой, все не могут быть носом, все не могут быть рукой. Иначе это будет не тело. И потому Господь так распределил. А чтобы действительно это было видно, один понимает, а другой не понимает, один ест, а другой не ест. Один делает, а другой не делает. И все вы нужны мне. Ну хотя бы посмотрите на нас, как мы будем осуждать или не будем. Вот придет такой человек, хоть ты ему что хочешь рассказывай, не понимаю и все. Вы наверное помните, я не раз говорил один из я просто повторюсь на эту тему. Один раз объяснял что-то, потом второй раз, потом третий раз. Брат опять упадет. Ну теперь ты понял? Не понял. Я опять объясняю, ну теперь понял. Ну вы поняли? Поняли. Ты понял? Не понял. И один брат сидит мне шепшет, Коля перестань, у него короткое замыкание, ты ему все равно не объяснишь. Замкнул на коротко, и все, ты ему не объяснишь. И потому, вот почему написано, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Скажите, если надо, допустим, Господу какую-то проверку произвести, одного другим проверить, как можно проверить? Конечно, на различном уровне находимся, по различному понимаем, по-различному объясняем, и вот тогда, когда у нас есть несогласие, вот идет проверка, как мы это спокойно делаем, не ссорость доказываем, или уже ускипает что-то внутри. Если бы мы все были одинаковые, и духовного возраста, и понимание, и мнение, то я не знаю, как тогда Бога было проверять. И где фон найти? Вы помните, я напомню, мы еще, наверное, будем читать это послание, послание к карантинам, где апостол Павел говорил, надлежит между вами быть разномыслием. Для чего? Чтобы открылись между вами искусные. А если бы не было разномыслий, как могли открыться искусные, не искусственные, как часто говорят. Не те, которые искусные, а люди, специалисты своего рода. которые могут показать, доказать аргументированно. И как их найти? Именно через действие Божие. Через разный уровень, чтобы поставить каждого на свое место. Вы представьте себе, что наши члены тела поменяли свое место в нашем теле. Что было бы? Уроды, правда? На затылке вырос нос, где-то там на щеке глаз. У нас, у нас у каждого есть свое место, и мы не уроды. И потом и в церкви еще люди, или члены тела не находятся на должном месте, на должном уровне, на своем месте. Это будет уродство своего рода. Поэтому Библия здесь и говорит, что не осуждайте, потому что все эти люди, они нужны Богу. И без них ему невозможно работать. И даже те, которые зло делают, я уже выхожу с этого текста. Для того, чтобы шлифовать тех, которые стремятся к Богу, кто нам больше проблем доставляет? Мир? Нет. Мы с миром контактируем только где-то на работе, где-то в автобусе, где-то еще где-то. Основные проблемы для нас мы созидаем сами. Основная проверка нашего духовного состояния идет через нас же самих. Потому что мы живем в одной семье. И вы часто, наверное, слышали, ну, если бы это из мира сказал человек, я бы это все-то проглотил, бы не обратил внимания. Ну, это же сказал и называем. Ну, как он мог это сделать? И вот тут вот начинает кипеть сразу. Ну, как он мог такое сделать? Мог сделал. Мог. И все-то надо. я еще повтораю, я уже вышел с этой темы. Здесь все о том, что не является грехом перед Богом, а является лишь, может быть, нашим мнением, ничего не прибавляющим. Я уже взял то, что Бог вообще не хочет видеть. Но и то, и другое Бог использует для того, чтобы мы стали совершенными, чтобы мы научились молиться, чтобы мы научились действительно прощать, умещать друг друга, не судить друг друга, а просто прийти и сказать Господу, не нравится мне, но без суда, но поменяй, но не судить. Ибо никто из нас не живет для себя. Это авторитетное заявление Павла. И даже те, которые будучи верующими, живут для себя. То в конце концов, и они не живут для себя. Потому что Бог наблюдает за теми, кто стремится к чистому, к святому, и смотрит, как они вот это искушение рядом сидящего брата переносит, становится на его сторону или твердо укороненное условие Божие. Ему нужны такие. Бог не хочет, чтобы такие плотские христиане были. Но если они есть, Бог их использует для этого. Вы помните, Господь однажды негде говорил о народах языческих. Я говорю, оставил их, чтобы они были черным для вас. Помните? Они правда сами были виноваты, вот что я подчеркиваю. Но Господь сказал, не будут жить с вами, раз вы их оставили. Они будут для вас черным, для ваших глаз. Они будут для вас, как мы сегодня говорим, рашпилем, который будет постоянно чистить. Они вам не дадут жить спокойно и свободно. И через это вы если захотите жить вечной жизнью, то будете настолько усовершенствоваться, настолько будете расти духовным возрастом. Вы просто напросто сможете умягчать. Где надо будете их игнорировать, где надо не будете обращать внимания. Если захотите жить в святой вечности, если нет, они вас быстро положат на лопатки. Вот эти люди, которые живут рядом с вами. Потому как бы мы не говорили, вот это слово Божие, которое здесь написано. И бы живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Итак, живы мы или мертвы, но мы Господу принадлежим. И правильно, если вы даже возьмете вот тех людей, которые жили в грехе, которые гнали церковь в конце концов прошло 30-40 лет, и когда тщемний посетил Бог, когда они стали спрашивать, за что у нас тщемний вот такое прошло проклятие, род вымират и врат. А помните, как вы церкви рушили? А помните, это же гнев Божий пришел, тогда, о, уже Господи, заявили где-то высокопоставленным, что будем молиться, что Бог Христа творит. Не надо, не надо, не надо сделаем, не надо, только не надо. С одной стороны, люди очень такие бывают жесткие, самонадеянные, противники, но для многих из них, как только идет заявление о том, что будем молиться, что Бог вам посчитаться, не надо, потому что они видели в своей практике, и Бог этих людей жестокий использовал, наказал последствия, для того, чтобы другие боялись, Богу нужны все люди. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что на сегодняшний день, как мы сегодня сюда не вели, вернее, себя не вели, каких бы мы сегодня не были, то в силу нашего положения Бог будет нас использовать. Другое дело, нам это будет пользу или нет, это другой вопрос. Но Богу вреда никакого не сделается, только себе. В церкви никакого вреда, только себе. но Бог использует. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни. Потому что вот все то, что делается. Если мы живем, угодно Господу, чтобы мы жили. если мы умираем, угодно Господу, чтобы мы умерли. Вы, наверное, с этим согласны? Потому что без воли Божьей и волос головы не упадет. Без воли Божьей никто не прикоснется к нам. Тем более, прервать жизнь никто не имеет права. Это еще делает Господь. И что Он не делает, мы, может быть, не понимаем, почему это Господу угодно. Это уже другой вопрос. И, наверное, при всем нашем желании мы никогда не будем знать на все 100% зачем Господь сделал то или другое. Потому что есть видимый уровень, который мы вообще видим, и есть невидимые. И невидимые Божьи планы, которые Он только знает, они гораздо более обширные, чем сегодня то, что мы видим и мы понимаем. И что Господь открывает нашему разуму. Это только верхушка айсберга, то, что мы знаем. И поэтому мы должны хорошо понимать и не осуждать, не судить, потому что Господь здесь так сказал, и Бог Христос для Того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владительствовать и над мертвыми, и над живыми. В некоторые меры мы понимаем это. Глубоко, может быть, не совсем знаем, но я думаю, что мы все согласны, что Он владычествует и над живыми, и над мертвыми. И независимо от того, верующие или неверующие. Я думаю, если бы Господь не владычествовал, то дьявол всех своих пленников, этих духов нечистых, а наши духи человеческие, если они умерли без Христа, они нечистые, Он не сам не был бы заключен в аду, и этих пленников не держал бы, Он бы их сделал своими рабами. Но Бог сказал, все, прожил, повродил на земле, а теперь отправляйся и будешь вот тут. Сегодня кто побывал в аду, они свидетельствуют, как они просятся хотя бы на одно мгновение дать свободу, и нету. Господь сказал, все, в вечности ничего поменять нельзя. И Он владычествует, и дьявол ничего не может, этот царь мертвых называется, или первенец мертвых, ничего сделать не можем, или первенец греха Библии его называют. Он находится под контролем и может делать только то, что люди допускают делать ему, что люди ему разрешили делать. Если бы они не разрешили, но может быть сегодня кто-то и не хотел бы делать то, что делает, но уже иногда поздно бывает, уже нужно много молитв. Но был однажды момент, когда эти люди разрешили дьяволу иметь часть в их сердце. И зато началось все. Вот когда Библия говорит, что Он владычествует и над живыми, и над мертвыми, то мы понимаем, в чем сущность именно этого выражения священного писания. И написано у Господа все живы. И одним Господь всем предложил спасение. И Господь умер за грехи всего мира. Но только речь идет о том, что не все люди это спасение приняли верой, не все захотели иметь, но Он владычествует над всеми. И вы знаете, что написано, что будет первое воскрешение, и будет какое воскрешение, и будет второе воскрешение. Вы думаете, вот эти люди, если бы Господь не был владыкой, в том числе и над дьяволом, они захотели бы иметь новое тело, чтобы гореть всю вечность, в геоне огненной, никогда. Но все дело заключается в том, что Господь владычествует и над живыми, и над мертвыми. И вы воскрешит и наши смертные тела Духом Своим живущим в нас. Я немножко чуть-чуть другую тему затрону, когда говорят, что если не крещен Духом Святым, и Дух Святой не живет, ставят такой вопрос, тогда как они воскрешены будут? Потому что Дух Святой не жил вниз в них. Вы знаете, друзья, там решили не об этом. Я уже попутно захватываю. Вы наверное знаете все, что дьявол никого воскрешать не будет. Он никого не может воскрешить. У нем нет жизни. Но наверное знаете и то, что все грешники на этот страшный суд великого Белого престола они будут воскрешены тоже. Так написано. Кем они будут воскрешены? Это может делать только Дух Святой. Дьявол не может воскрешать. Поэтому речь идет о том, что вы не просто акцент на том, что жил или не жил вас. Вы его знаете. Он жил вас. И им будут воскрешены все люди. Я специально это затронул. Потому что в некоторых случаях, когда речь идет о том, когда Дух Святой живет, то такое претензию предъявляют к учению. Но как же так? Тогда я ставлю вопрос. А как те будут поднять, которые вообще Дух если потом не знали? А дьявол то не воскрешает? Вы поняли меня, о чем я говорю? Просто хорошенько дома почитайте. Вот именно в этом втором событии, когда будут воскрешены все грешники, поставлен пред лицом Божиим, получат тоже новые тела, для того, чтобы гореть вовне. Дьявол никогда, еще раз повторяю, не воскрешал и не воскрешит. Он губитель. Он не может этого делать. У него нет этой власти и нет этой силы. Он не соберет эти молекулы грешников, а Бог соберет все. Поставит и поставит свою печать. Поэтому я на это сегодня обращаю внимание и десятый стих читаю дальше. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Вот ставится вопрос. По какой причине? Почему ты это делаешь? А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? И вот стоит одно выражение Господа из Священного Писания. Все мы предстанем на суд Христов. Вы понимаете, что здесь Господь говорит? Вот ты унижаешь, вот ты осуждаешь. Но ты не знаешь, в какой мере это надо делать. В свое время я все равно буду судить. Зачем твой суд? Ведь на сегодняшний день твоя обязанность превращать человека к спасению, открыть ему истину. Это не значит, что надо потакать. Это не значит, что надо закрывать глаза на что-то. Но можно говорить, указывать на грех, обличать и не судить. Вот это нам трудно. Можно когда вот так накипит вот тут, когда уже внутри себя, если бы я мог, я бы тебя разорвал бы, мы тогда идем обличать. Но в таком случае, когда мы вот так обличаем, это обличание не будет иметь силу. Оно сделано не в том духе. Родители тоже часто наказывают детей. И на детей это не влияет положительную сторону. Они больше ожесточаются. Почему? Потому что начинают наказывать тогда, когда они выведут их из себя. А это уже не тот дух. Вы понимаете все и не раз испытывали, что вот этот дух это духовный мир. Независимо от того, как он себя проявляет. Но когда мы находимся в присутствии его, то он обязательно влияет на нас. Вот приходит один человек, вас сразу радость раскована. Приходит другой, вы сразу сжимаетесь. Правда? Ну что знаете, от этого человека можно ожидать что угодно. Влияние есть. То же самое и вот по этому поводу, которому я сегодня говорю. Когда это делается в духе любви, оно будет иметь последствия положительные. Если даже мы используем слово Божие, но не в духе любви, завистья, раздражения, он не принес в пользу. Ни проповедь, ни действия, ни работа. Потому здесь апостол Павел и говорит об этом осуждении. Зачем тебе судить, когда я все равно буду судить? Если ты судил чего-нибудь так, а я вечно буду судить по-другому, то я же тебе скажу, ты еще один грех делал. Ты не только судил, когда я сказал тебе не суди, да ты еще неправильно судил. Это второй грех. И все равно же я буду судить. Поэтому здесь очень ясно и хорошо это все расшифровано. Все мы представим на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Он не сказал, что перед нами кто-то преклонится. Он не сказал, что перед большими правителями кто-то преклонится. Он сказал, перед о мной преклонится всякое колено. Вот почему Господь вот так внимателен к нашим поступкам, к нашим делам, к нашим мыслям, к нашим словам, чтобы видеть, чем они наполнены. Но здесь уже речь идет не столько о словах, которые мы говорим, а о мотивах или о том духе, который стоит за этими словами. потому что можно одну ту же самую фразу сказать, и в одном случае это будет просто консультация факта, в другом случае это будет осуждение. Вы согласны с этим? И это видно по тону, это видно по глазам, это видно по поведению, это видно по многим признакам, которым мы сегодня пользуемся, определяя отношения человека. Поэтому если Господь сегодня вот это дал нам, мне очень хотелось бы, чтобы мы это приняли во внимание. Да и вторая причина, она, когда мы хотим вопрос исследовать более глубоко, мы не можем основаться на одном месте Писания. И, наверное, я сегодня частично отметил на этот вопрос, который или немножко расшифровал вот то, что я теперь скажу, не судите, да, не судим, мы будете, когда судим, а Бог сказал, не суди, то что, буду я судим и когда то делаю или нет? Буду. Второй аргумент, могу я знать полноту, меру наказания? Не могу, потому что я вижу поступок, но я не могу мотивов знать, я не могу много чего знать, это вторая моя ошибка, что я не могу полную меру дать то, что надо, или переберу, или не доберу. Поэтому Господь здесь напомнил, не судите, не будете судимы. Первый аргумент, что это нельзя делать, уже написано, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Вторые два, я только что говорил, почему. Получается, три момента, на которые надо обратить внимание, чтобы не делать этого греха. Может быть, кто-то еще видит больше, но я вижу просто вот эти основные, вот то, что на поверхности лежит. И я хотел бы, чтобы мы на это обратили особое внимание. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякая калина, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Вот на этом тексте Писания, наверное, тоже надо немножко остановиться. В связи с чем, что мы, если не проповедуем полное учение, если вообще не проповедуем Евангелие, у Бога есть цель спасти людей. И если Бог предназначил нам, им засвидетельствовать о Боге, а мы этого не сделали, то мы нещем ответственность за Него. Но потому что мы виноваты, Он не покаялся, Бог ему не даст спасения. Он все равно погибнет. Но будем нещем ответственность за что? За то, что мы не сказали Ему. А то, что Он погибет, Он за Свой грех погибнет. Не мы же виноваты, что Он погиб, а виноваты в том, что не сказали. Это косвенная вина. Вы понимаете меня, о чем я веду речь? И даже в этом случае Он будет отвечать за себя, а Я буду отвечать за себя. Но не за Него, потому что Я не один на свете. Ему еще не один раз говорили другие, но Он не послушал, Он проигнорировал это. А вот за то, что Я не сказал, Я буду отвечать. Вы помните, мы тоже рассуждали над этим текстом Писания из Постания Крымлина, когда первые главы проходили, а врачи, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут. А кто-то под законом согрешили, по закону осудится. Потому что в принципе, как видит рассуждение апостол Павел, никто не может иметь оправдание, если даже ему никто не говорил, а говорит, невидимое его, вечное силы и божество, через рассматривание творения видимых, так что они безответны. А уже мы усугубляем свою вину. Если к тому, что Бог говорит человеку через природу, через действие, мы не добавили прямого слова, которое Господь повелил нам сделать. И потому, как бы мы не говорили, сегодня часто говорят, а как те туземцы, а как те, которые никогда в цивилизованном мире не жили, как их Бог может судить, оказывается, говорит, через рассматривание творения видимых. Если бы они захотели, Бог открылся бы им. И мы знаем такие случаи, когда люди, где-то находясь вдалеке от людей, находясь не информации, они обращались к Богу, потому, что когда начинали об этом думать, мы почему-то считаем, что Бог может спасать только через людей. Если люди не говорили, даже они не виноваты. Оказывается, Бог может и сам лично это делать. Я, допустим, мог бы выводить примеры конкретные, мог бы говорить о том, что Бог конкретно сам делал. Протом, апостола Павла, не апостола переубедили, правда? Я призванный не человеками и не через человека. Это, наверное, один из таких малочисленных, кого Господь напрямую призвал. Не человеками и не через человека, а лишь самим Господом Иисусом Христом. Я мог проводить примеры конкретные, но я думаю, что они для многих будут из области фантазии, просто не хочу занимать вашего времени. Хотя я знаю конкретные примеры, когда Бог лично являлся высокопоставленным людям, которые занимали ЦК, КПСС, такие высокие посты в то время, знаете, это была организация такая, говорили так, если по линии профсоюза какое-то пошло дело, то есть можно найти концы, как только попало в ЦК, все, считайте, пропало. Никто вам не скажет, куда дошло, никто не скажет, куда и тем не менее, Бог вот именно приходил и к таким людям. И они почти говорили, мы не можем быть открытым, нас сразу попросят, но говорят, если бы вы знали, сколько мы жалоб отправили в урну и вас не трогали, писали, доносили, мы их брали и сжигали, и никто не знает. Ну, это же ЦК, КПСС, попала жалоба, и никто не знает, куда она делась, эта жалоба, если в их руки попадала. Поэтому я просто о чем сегодня говорю? Я говорю о том, что мы наблюдаем за собой и будем давать отчет не за кого-то, а сами за себя. Но мы можем усугубить свою вину, если кому-то не сказали того, что надо говорить. И пастыра тоже, очень много, и пескопа тоже, если не проповедовали, а полное учение, как надо, а в угоду людям что-то скрывали, что-то сглаживали. И будут такие люди, которые их послушают, и придется отвечать за то. Когда человек слушает и не принимает, он будет отвечать. Но если я не говорю, я буду отвечать. Он погибнет за свое. Еще раз повторяю, а я буду отвечать за свое, потому что я знал и не говорил. Потому что знал, какая будет реакция, знал, как люди будут реагировать. И мы все это прекрасно понимаем на сегодняшний день. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы мы запомнили то, что в этой четыре главе заложено. Это вот такие вопросы, с одной стороны, может быть, не совсем важные, но для нашей духовной жизни мы на этом очень много делаем вреда себе и грешим много. И при том даже каяться не собираемся, потому что мы поступаем правильно. И это основная проблема. Это основной минус в нашей работе. Не станем же более судить друг друга. Не станем же более судить друг друга. А лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Сегодня дело доходит до того, когда у некоторых сперок нашей жизни говорят, это же соблазн, говорят, а ты не соблазняешься? А кто тебя заставляет соблазняться? Потому что человек не думает, что он служит соблазном. Он обращает меня не на себя, а на другого. А что тебе соблазняться? Не соблазняешься? А между тем Библия на этом вопросе. Я думаю, что я в свое время немножко пройду. Я возьму вопрос соблазна. И постараюсь его взять, как, может быть, я немножко задержу вашего внимания. Но это довольно интересный вопрос, если взяться за него глубоко. Искушение, соблазнь, вот эти линии все, вот эти процессы, которые происходят, это очень такая важная тема. Я думаю, сегодня я не буду ее раскрывать, но мы не один раз будем соприкасаться с этой темой. Ее придется говорить более подробно. Почему это так? Для чего это так? Почему Богу не безразильно? Почему Бог сказал? Он же не сказал, а вы не соблазняете. Он сказал, нищих, кто соблазнит. Одного из малых их, то что будет? Он не сказал, а что он соблазнялся? Хайбы не соблазнявся. Ты на своем месте, а ты на своем месте. Вы стоят такой. Это вопрос вот такого характера, но довольно сложного, и о нем надо говорить подробно. Но если мы берем только 13 стих, не станем уже более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая преткновению или соблазну. Это очень важный вопрос. Вы можете сказать, что на Иисусе Христе тоже соблазнялись. Вы знаете, что так было? Говорит, когда увидели в нем мудрость, увидели в нем силы необыкновенные, то помните, как говорили, не Иосифу ли это сын, не его ли мать называется Мария, не его ли братья еще находятся между нами, откуда же у него такая премудрощая сила, и соблазнялись. Все дело в том, что соблазнялись, потому что сами находились во тьме, но в нем не было соблазна. Вот в чем проблема стоит. Соблазняться люди могут и на святости, особенно когда у них есть претензии к вам. Вам будут назвать лицемерами, когда вы подойдете поговорить по душам, то скажут, что вы подлизываете что-то хотите от ним, и никогда не уходите таким людям, потому что написано и ум осквернен, и совесть осквернена, у них все нечистое. Но вся проблема стоит у нас самих, чтобы нам действительно не иметь этого соблазна. А то, что будут соблазняться, будут, но стоит вопрос, ты виноват в том, чтобы соблазнились, или не виноват? Вот проблема в чем стоит. И потому, если на Иисусе Христе соблазнялись, то у нас, наверное, в самом деле есть кое-что, на чем можно соблазниться. А люди могут соблазняться ни на чем. Могут соблазняться на том, что нету соблазна, и будут соблазняться, что нету соблазна. А то ненормально, такого не может быть. Так нельзя жить. А то лицем верующим и будут соблазняться. Но вопрос стоит в том, чтобы у нас не было соблазна. Потому Павел вот по этому поводу довольно немало говорит, чтобы как бы не подавать брату случай преткновения или соблазна. Я знаю и уверен Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. И вот этот вопрос говорит как. Уже если у тебя есть сомнения, то нечисто. Не делай этого, то не поверай. Я там дальше буду читать это. И каждый поступает под удостоверение своего ума, иначе ты будешь мучиться. Но я опять дополняю вот мои слова, чтобы вы не поняли меня неправильно, речь не идет о фундаментальных вопросах. Речь идет о тех вопросах, которые не прибавляют святости и не отнимают. конечно еще сегодня кто-то начнет пьянствовать и будет доказывать, что немощь веры, но ты же не пишешь. Алкоголь же не пишешь, это наркотик. Или курить начнет. Но ты же не пишешь. Это не второстепенный вопрос, на который мы не обращаем внимания. Хотя судить за это не будешь молиться. Если надо примешь меры послов Боже так написано. пьяницы, блудники, непотребства различные, принимайте меры. Но в сердце не должно быть осуждения, в сердце не должно быть зла. Вы наверное отметили одну деталь из того, что я говорю. В общем-то осуждение зависит от нашего сердца. Даже не от мер, который мы принимаем по слову, а от сердца нашего. Как мы это делаем? Со злом или с сожалением? Но Слово Божие требует. Разница есть? Есть разница. Одно дело, когда принимаем меры, потому что Библия требует их принять. Но делаем это с сожалением. Другое дело, когда с радостью. можно сделать, но Бог будет рассматривать совсем по-разному, не одинаково. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы на эти истины обратили особое внимание. Я знаю и уверен Господь Иисусе, что нет ничего в себе самому нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечистым. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не уби твоей пищи того, за кого Христос умер. И здесь наблюдается такое явление, которое в жизни, если не понимать этих вещей, можно назвать лицемерием. Это настолько вот оно похоже. Если кто-то не ест мясо, то я в его присутствии, чтобы не соблазнять его, я тоже не буду им есть мясо. Почему? По той простой причине. В его понятии это сложилось так. Но как он такой проповедник и мясо ест? Потому что его проповеди не то, что надо. Но не может такого быть, чтобы было что-то от Бога, он мясо ест. Тогда нет для того, чтобы не посеять ему соблазнение. И я тоже не буду есть мясо, чтобы он принял слово, которое я буду говорить. А если он принят слово, то он после посмотрит, и найдет, что мясо есть можно. А так он вообще ничего не примет. А дома я буду есть мясо. Вроде лицемер. Но это ради немощи. Для того, чтобы соблазнение не губить твою пищу и того, для кого Христос умер. Ты имеешь веру, имеешь сам себе перед Богом. Но когда ты можешь воздержаться, когда ты можешь вести себя так, чтобы не раздавать отношения с этим человеком, то сделай так. Не безусловно, что тебе, если ты беседуешь суббот с высшим, которые не едят свинины, а специально на зло ему взять кусок сала и гить. Не надо. Иначе он отвернется тебя, не станет с тобой говорить. Вот почему Павел говорил. Помните это выражение Священного Писания? Язычный был, как язычный, с иудеями, как иудеи, с чуждами закона, как чужды закона, но не чужды закона перед Богом. Правда, это наши братья поняли по-своему. У нас же поехали на евангелизацию, ну, выпили немножко, потанцевали, ну, как же, потому что написано, быть неверующим, как неверующим, обожди, другого. Ты уже немножко не туда залез. Апостол Павел не вел себя так. Но на должном уровне с ними разговаривал. Он мог разговаривать запросто с простым человеком. И мог на высоком уровне вести диалог с образованным человеком. И он никогда не стал у себя, когда говорил с простым человеком, с язычником, что я гораздо выше тебя, я образование больше имею. Он на этом уровне говорил. Но никогда не стал бы колоться вместе с наркоманами, никогда не стал бы пить вместе одно. Для чего? Чтобы кого? Чтобы евангелизировать их. А что ж ты будешь евангелизировать, когда ты живешь так, как они живут? Ну, что за евангелизация? Мы понимаем одно. Когда мы имеем общение с неверующими людьми, то мы ж не хотим стать такими, как они. Но мы хотим, чтобы они стали такими, как мы. Если все-то переставить с ног на голову, ну, тогда зачем нужна какая евангелизация нужна? Кому она нужна, такая евангелизация? Поэтому, хотя я понимаю, что вот эти люди делали не потому, что не понимали этих вещей. Они просто сами хотели попробовать этого. Вот это была основная причина. Это была основная причина. Вы, наверное, наблюдаете за людьми. Я за ними тоже часто наблюдаю. Я с ними сталкиваюсь. Я эту не назову немощью веры. Когда люди хорошо понимают, как себя вести надо. Как одеваться? С кем можно ходить? Можно ли там где-то за углом целоваться? Но они раз за разом такие вопросы задают. Это не для того, чтобы узнать истину, а чтобы тянуть дискуссию, попытаться первое убедить. Может, ты через пару лет другое скажешь. И, тем не менее, поставивши вопросы, получивши ответ, они продолжают жить так, как жили до этого. Потому что с ними получается как? Вот. Он ищит в глазах своих себе, что отыскивает беззаконие, чтобы возненавидеть его. Но слова устья неправда и лукавство. Он не хочет поразумиться, чтобы делать добро. Вы помните, что ты имеешь в священном описании? И здесь уже не немощь веры. Это не немощь. Это уже как танк на пролом. Что хочу вот так. Я так понимаю. Иначе им требуют дисциплины. Они уйдут туда в те церкви, где им разрешают многое. А нам пастор наш разрешает. Потому что это не непонимание. Есть конкретные вещи, которые не надо толковать. Которые очень прямо о себе заявляют. Вот то, что допустим, что я сегодня говорю. Может, немножко надо было поговорить на эту тему. А здесь прямое. Люди ищут оправдания, задают сотни вопросов и продолжают жить по-старому. Они просто обманывают сами себя. Себя убеждают, что они ищут правды. С совесть успокаивают. Ну, а когда получают ответы, они от них, как правило, отказываются. И ждут того брата, который им скажет то, что хочется. Поэтому здесь вот эти две вещи путать не надо. А немашвиры, это есть немашвиры. И если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твои пищи того, за кого Христос умер. Да не холится ваше доброе. Я просто очень прошу обратить внимание на этот короткий десятый стих. Вот столько вот мы рассуждали времени. Почему так делать нельзя? А вот этот стих как бы раскрывает саму сущность наших рассуждений. Да не холится ваше доброе. Через такой вот неправильный поступок. То есть есть эти люди, которые уверены, что надо жить именно так, как они понимают. Вопросы второстепенные. Вы начнете их переубеждать и делать назло. Вы потеряете на них всякое влияние. Они вас не станут слушать и не примут ничего. И будет так, как написано. Не губите свои пищи того, за кого Христос умер. Оказывается, мы-то думаем, что за них Христос не умер. Оказывается, Он умер из-за них. Для нас это сложно. И в жизни практической. Для нас трудновато вот так себя вести, так понимать и так жить. Но тем не менее, мы не можем проигнорировать вот эти предупреждения Слова Божия. И самое главное, да не холятся ваши добрые. Они вашего доброго не возьмут после этого. Мы люди очень странные. Мы вопросы второстепенные очень часто ставим на такую высоту и такую видим в них в святость, что забываем гораздо более глубокое. И это наша беда. Это наша проблема. Наверное, потому, что вот эти второстепенные вопросы может быть, я не уверен на 100%, может быть, они легко выполняются в силу наших привычек. Нам очень трудно от них отказаться. Но, тем не менее, вот на этот вопрос стоит обрешать серьезное внимание. Чтобы не хулилось доброе. Видите, вот как Господь здесь говорит. Он не говорит нам, что оно будет ими так сказать пренебрегаться. Они просто не примут. Они будут хулить, ваши добрые. Смотрите, я приведу такой пример, который не будет связан со второстепенными вопросами. Будет связан с фундаментальными. За то, что среди пятидесятников, среди сосудов попадали люди в глубокие заблуждения. И Христа встречать выходили в белых одеждах. И прочие, что были те, которые никуда их не положили. Смотрите, как сегодня вот теми людьми, в частности, баптистами, хулиться имя Божие через это. Это сделало не евангельское учение. Это сделало поведение людей и их жизнь. И вот эти духовные дары, которые сегодня так необходимы церкви, они же, знаете, отклонения, они сегодня в поношении. Я думаю, что вот этот пример очень ярко иллюстрирует то, что я хотел сказать вот здесь. Да не хулиться, ваши добрые. Действительно, очень часто из таких вот второстепенных вопросов, в которых мы бываем, сами не знаем, за что боремся. люди не могут принять и то, что мы им даем, что они являются второстепенным, что являются важным, фундаментальным. Не принимают им все. Потому что у вас вот такое, у вас вот такое, у вас вот такое. Поэтому нам просто надо жить так. Лучше сказать, стараться жить так, чтобы не давать никакого повода. ни языком, ни действием, ни другими своими, так сказать, жизненными поступками. Потому что через это холятся добрые. Сколько сегодня людей просто не хотят идти в церковь. Через то, что часто соблазнились на верующих людей. И там было основание соблазняться. Они не идут. Вот это доброе Евангелие, они не принимают, не хотят принимать. Когда-то, помню, в одном из городов этот брат покаялся. Еще живет, это уже пожилой брат. Но его жизнь в свое время была очень такая нехорошая. И когда однажды кто-то, кто знал его по работе, пришел в церковь и увидел, сказал, все, если этот человек тут верующий, то мне сюда нечего делать. Это неправда. Так не надо было говорить, потому что он был неверующим в то время. Но, тем не менее, и тот неверующий был, то этот уже хоть верующий. Но когда он пришел и увидел его, сказал, все, я в такую церковь не пойду, где такие люди? Хотя он совсем другой человек был. А если мы и так поступаем где-то, тогда что людям говорить? тогда они говорят и... Во-первых, конечно, я всегда говорю, мы не зовем людей к нам, мы зовем людей к Богу. И всегда говорю, что у нас, как у людей, может быть отклонение различного рода. И дьявол на верующих людей, он больше имеет зуб, чем на неверующих. Там они его, он просто мучает их, да и все. На верующих подорвать авторитет надо. Это неоправдание, не пойду, потому что он там. Но я веду линию, давайте жить так, чтобы меньше этих было соблазнов. Вот о чем сегодня идет речь. И я не думаю, что если, допустим, сегодня же я сказал, вас все переменится, это жизнь. Ну, хотя бы, мы тогда будем иметь возможность открытыми глазами смотреть на то, что произошло, и скажем, Господи, прости. А так же часто вот этих проблем, этих вопросов, мы же не каемся, и не просим прощения друг у друга. Потому что там это нормально. Вот в чем вся проблема на сегодняшний день. Я не думаю, что у нас много поменяется. Я не думаю, что после этого вы закроете глаза и злобой называть добром, горькое сладким, сладкое горьким, чтобы все будет хорошо. что нет, горькое надо называть горьким, сладкое сладким, шведом, чему-чмою, и так далее, и так далее. Но не осуждая. Для нас это будет было непросто и будет непросто. Но хотя бы, чтобы на сердце вырезалась вот эта истина Божия, о которой вот Павел говорит так много. Целую главу практически посвятил этому вопросу. «Да не хулиться ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и печее, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Павел разграничил две стороны, потому что они очень важны для нас. Мы живем в теле, мы живем на земле. И большинство людей, которые не знают Господа, а мы, многие выходцы из таких людей, они считают, что хорошая жизнь, благополучие, удовольствие, это пища, питье, крыша над головой, машина. Это все. Больше ничего не надо. И Павлу надо было очень много говорить о том, что это не все. Все-таки Царство Божие это не пища и питье. Пища и питье нужны нам. И я думаю, из этого вопроса очень многие в грех влезают глубоко. но Павел говорит, что не пища и питье Царство Божие. Не секрет, что он и верует, что люди многие забыли, когда они молились серьезно, забыли, когда последний раз исполнялись Духом Святым. И благословение все видит в том, что есть хлеб, есть до хлеба еще необходимое для жизни. Правда ж так? Ну да, а чего еще надо? А чего еще надо больше? Да, это тоже часть благословения. Если у человека нет куска хлеба, нет крови над головой, это большой минус для жизни. Но нельзя сказать, что в этом и заключается благословение, если оно есть. Вы знаете, можно иметь все. Это же непосильный труд. Забросить церковь, потом забросить мораль, потом забросить все стандарты. и дьявол для того, чтобы вас увлечь дальше, он тоже может дать. Может дать. Хотя Поча спросит очень. Спросит. Забрать может. Может это сделать. Если только он увидит, что у вас именно вот это увлечение, что у вас это стало желанным, что вы поставили это первым планом, он сделает все, чтобы дать. Другое дело. Когда ваши родители молятся, когда молится церковь, Бог не даст ему этого сделать. Это другой вопрос. Когда-то помню, я другой пример возьму. Немножко не просто житейский, а где-то там на полеще, я знаю эту местность, когда-то жил колдун очень сильный. и когда однажды, не помню, как это было, мне об этом давно рассказывали, я сам лично с ним не встречался, он, значит, увидел, как два ангела боролись за душу. Вы знаете, они тоже видят духовный мир. И он, значит, спросил, дьявол напрямую разговаривал, очень сильный был такой колдун действующий. А что, говорит, так это есть Бог? Дьявол говорит, да, есть. Так что, это есть рай? Говорит, да, есть и рай. Но, говорит, в рай попасть очень трудно. Ко мне проще. У меня это очень легко. И вы знаете, его это очень сильно задело. Очень сильно задело это. Он после этого, я не знаю, почему дьявол так сказал, наверное, тоже видел, что это бесполезно другое что-то говорить. По-видим, у него были склонности какие-то. У него было все. И когда он пошел в церковь, за короткое время забрал все. Сгорел дом, сгорело все имущество. Потому что то, что он дал, он забрал у него. Может дать. Вы знаете, они делают все за деньги. То привороты, то отвороты, то наговоры, то выговоры. Это все деньги. Это все деньги. Это не чистые деньги. Это не те деньги, что надо. Но они, но не деньги, это богатство. Правда, я не буду говорить про его судьбу дальнейшую. Это тоже такой, но особый вопрос. Но сначала дал, а потом забрал. Он его мучил последствия очень сильно. Короче, не хотел отдавать, потому что он кровью расписывался, с кровью заключал завет с ним. С такими людьми очень тяжело. Нужны усиленные молитвы, церкви, усиленная борьба за них. Но это особый вопрос. Но я просто очень хотел бы, чтобы мы очень внимательно рассматривали то, что мы имеем. Это благословение или это неблагословение? Можете работать целыми днями на трех работах. Один раз в месяц быть в собрании. И у вас будет что-то. Будет что-то. сегодня. А если еще умеете махлевать по-белорусски немножко, обмануть кого-то, то вообще много может быть. Но это же нельзя будет назвать благословением. Это же не будет благословения уже тогда. Благословение. Когда вы отдали Господу положенное, и в то же самое время вы не отдали для работы всю свою жизнь, как врат, до седьмого пота. И вы имеете. Это благословение Божие. Я не раз говорил, а есть три уровня труда. Труд, который был в Едемском саду. Я помню, когда-то я вам напомнил об этом. Который доставлял удовольствие. Адам, все вы тоже должны были трудиться в саду, да, помните? Зал, трудитесь, наблюдайте за садом. Но это было нечто похоже, как мы сегодня за домашними цветами ухаживаем, за вазонами, как мы сегодня говорим. Вторая степень труда это когда будешь иметь счет, но у пота лица своего будешь есть хлеб. И третий степень как наказание. Как наказание. Вы знаете, трудовые лагера. Вы знаете, как там мучили? Трудом мучили. Говорит, трудовое первоспитание. Израильтяне в Египте тоже работали. Но это было наказание. Это на истребление было. Я когда чего не посмотрю, то всего не умных людей. Их труд. Это уже не первая стадия. Первой стадии нет. Все, она кончилась там в Едемском саду. И даже не вторая, когда у пота лица будешь добывать хлеб. Или есть хлеб, написано. Ну, чтобы есть, то надо же добыть его. А третья стадия. Когда вещь в работе, днем и ночью. И чтобы выделить время в собрание прийти, и тогда будет. Но это не благословение. Это не благословение. Это то, что опустошает. Это то, что в последствии может погубить. А вы помните этот текст Писания, посланник Тимофея, апостол Павел говорил, «А желающие богащанцы впадают в щеть и в разные обольстительные похоти». Вот и все. Ибо корень всех зол есть что? Сребролюбие. Не деньги злом являются. Мы часто говорим деньги зло. Не деньги зло. Отношение к деньгам зло. А деньги, то есть деньги. Если бы это было зло, то Бог почистил бы наши карманы, когда мы помолились быстро. Но однако уж Он дает нам то, что необходимо для жизни. А уже наше отношение к этому вопросу, оно может быть зло, да. Оно может быть зло. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Я думаю, что я несколько повторюсь, но в эту тему, если я даже говорил Барановича, я ее никогда не говорил полностью. Потому что, чтобы раскрыть тему полностью, за 30 минут, за 40 ее не раскроешь. Вы это хорошо понимаете все. И я думаю, что я как-то остановлюсь. Может быть, я на следующем разборе эту сделаю. А где пост? Это 17 стих. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот он эту первую половину или первой половине противопоставил другую. Что же является именно Царством Божиим? А Царство Божие вообще-то. С одной стороны, даже в Библии, в некоторых текстах Писания, Царство Божие и Царство Небесное это одно и то же. Но в некоторых текстах есть уже разница. Царствие Божие внутрь вас есть, а Царство Небесное, оно говорит о месте. Какое оно? На какой территории находится? Поэтому, когда мы говорим именно о Царстве Божьем, то мы будем говорить вечно речь о характере человека, о его внутреннем мире. Вы, наверное, знаете, что во всяком государстве есть свое устройство, есть своя иерархия государственная, есть свои законы, по которым живет это государство. Правда? И есть свой язык. И есть евангельский, библейский язык. И есть христианский язык. Сегодня люди путают одно с другим. Круто. Не хочу говорить эти слова, которые говорят, особенно молодежь. Братья уже немножко смеются. Один из братьев сказал, да, братья, мы уже далеко зашли. Говорят, написано, крутость ваша будет известна всем человеком. Господь близко. А вы говорите, крутость ваша будет известна всем человеком. Господь близко. Говорят, старайтесь быть чем более крутые, урвать чем побольше, потому что время последнее, скоро Господь придет. И это уходит в лексикон. Наш мир врывается сюда. Поведение врывается. В одежду врывается. Во что хотите врывается. Дело дошло до того, ну, извините меня, ну, христианские ругательства. Я говорил на молодежной конференции, говорю, что-то у вас за блин. Это уж завуалированное ругательство. Я вот прекрасно понимаю, что вы говорите не о тех блинах, которые на сковородках пекутся. Ну, вы же хоть думаете, что вы говорите? Думаете о том, кто вы есть на самом деле? Я не буду больше повторяться. Вы все это хорошо знаете и слышите? Хочется быть так, как мир. А Царствие Божьем, Царство Небесное свой язык. Это не язык мира. И язык, и устройство, и законы. У него свои законы. Поэтому я буду говорить на эту тему. И думаю, я посвящусь следующий раз борис, если я успею. Потому что это очень важный вопрос. Мы все сегодня хотим благословения. Мы все сегодня хотим радости. Но вы знаете, я сегодня напомню, чтобы, может быть, в следующий раз не повторяться. Ибо Царство Божие не пишет эпитету. Однозначно. Вот это ставьте в сторону и даже не рассуждайте об этом. Но что является Божьим Царством? Написано праведность и мир и радость во Святом Духе. Мы хотим иметь радость, не учитывая праведности и мира. И довольны этой радостью. Я не раз вспоминаю эту последнюю конференцию молодежную, которая была. Но правда не буду называть кто, не буду называть что. Просится одна сестра. Мы часто хотим молодежь, как реагировать. Правильно. Надо учитывать интересы молодежи. Я поглядел. Вы знаете, что? Я не могу просто пустить на самотеку все. И ходит одна сестра. Последняя уже группа там была. Пели они такой веселый музыку дали. Они чуть-чуть не пляшут. Я чувствую, что не то. Как-то я сумел перехватить. Правда, эта группа обиделась. После сказали, что обидели, что я им не дал петь. Я смотрю, что не то. А потому что направление было другое. перехватил кое-как. Пошли люди каяться. То они почти плясали. А тут такие грехи исповедуют, что их всем не скажут. Тут плакать надо целыми днями. Они под эту музыку готовы чуть-чуть не до потолка прыгать. Понимаете, вот радости хотят. Но это уж радость не во святом духе. Это уж радость не от того источника. Оказывается, можно в этим ритмом завести людей. Они забудут о будущем огрыке. Они будут радоваться. Аллилуйя, мы спешены. И норма. А там второе, что меня удивило очень сильно. Просится одна сестра спеть. Как-то мне так не хотелось ей давать петь. Но просит один раз второй. Хорошо, спой. Спела она один раз. Ну, ладно. То просит еще раз. Молодежь требует спой. Спела второй раз. потом дома как встал ее кузина одержимая. А они вот так вот пляскать начали. Так довольны были. Она едет дыши и радуется. Никому Нюрка плескали, а мне. Ну, кому? Дух то не тот. Вы понимаете, о чем я веду речь? Радости хочется. Но в этой радости есть ступеньки. Во-первых, вы не можете радоваться, будете благодарить Бога. Но вы не можете торжествовать, что у вас это то, что дает вам возможность обратить внимание на духовные вопросы. Я понимаю, что голодный человек будешь думать о том, как поесть. Но это же не самое главное. И стоит праведность, а потом мир, а потом уже будут еще эти два компонента, они существуют в жизни. Будет и радость в Духе Святом. Поэтому я думаю, если Господь продлит нашу жизнь и будем живы, я эту тему скажу более полно, чем когда-то говорил. А сегодня пусть Господь благословит вас, пусть Господь поможет все это взять в сердце и пусть благословение Божие будет со всеми нами. Божие меми. Божие Продолжение следует...